После выборов в областную думу, которые состоялись два года назад, состав главного законодательного органа региона заметно обновился. Тех, кто занимал депутатское кресло в прошлое, пятый созыв осталось 17. Всего же в региональном законсобрании 32 народных избранника. Новички пришли из муниципалитетов и сразу влились в работу. Принесли новые идеи и взгляды на жизнь в регионе. Сменился и председатель. Сегодня эта почетная и ответственная обязанность лежит на плечах Сергея Дубового, тоже, кстати, новичка в домских стенах. До этого Сергей Михайлович возглавлял зато Ведяева. Я бы сказал, что год был весьма важным для нашей региона. Мы отпразднули десятилетия нашего региона. И депутаты областной думы стремились также активно работать, чтобы вот к этой дате, которая была, показать то, что мы могли сделать для нашей родной области. Депутаты участвовали на площадках различного уровня. На федеральном уровне, в Совете Федерации, в Государственном уровне, в парламентской ассоциации Северо-Запада, в муниципальных образованиях. Основная работа шла, конечно, в комитетах, в наших профильных комитетах. И за год проведено более 111 заседаний комитетов. Рассмотрим более 500 вопросов, различные направления, начиная с экономики. И самый важный, конечно, большой блок – это социальные направленности. Я думаю, что бурная дискуссия была по всем вопросам, с тем, чтобы принять взвешенные решения. И комитеты с этими решениями уже выходили на заседание Думы. И с тем, чтобы уже принять данный законопроект или отправить в планете и отправить на доработку. За время этого года проведено 10 заседаний Думы. Рассмотрим более 400 вопросов и принято около 100 законопроектов. Также я хотел бы сказать, что большая работа депутатами Думы проводится. Это главные наши избиратели, с кем мы работаем. И как в стенах Думы только рассмотрим более 2000 обращений населения. И каждый нам данный ответ. Помимо этого, депутаты постоянно работают в своих округах. У нас каждый месяц депутатская каникулы, неделя, как мы называем, работает в округах. И там тоже проводят приемы встречи со своими избирателями. Я думаю, что то, что проделано в этом году, главный вид, что мы приняли основной законопроект, по которому будет жить наш регион, вот этот бюджет на 2019, последующие 20-21 годы. Сегодня в Мурманской областной думе работает 9 комитетов. Каждый отвечает за свое направление. Все вместе значительно упрощают процесс принятия решений и помогают оперативно реагировать на изменения ситуации, как в регионе, так и в стране. Борис Пищулин, один из депутатов-старожилов, возглавляет комитет по бюджету, финансам и налогам, наиболее многочисленный. В него входит 21 народный избранник. Именно здесь готовится законодательная база для функционирования бюджетной системы Мурманской области. Народные избранники решают, на что направить деньги. При этом необходимо соблюдать баланс областной казны, следить, чтобы расходы не слишком отрывались от доходов области. В этом году власть смогла выполнить все социальные обязательства перед гражданами. Здесь, подводя итог нашей работы за прошедший год, можно сказать, что самый главный итог – это успешное завершение, достаточно успешное завершение текущего финансового года. Да, у нас были определенные опасения, когда возникли достаточно сложные задачи по повышению минимальной размера оплаты труда, резкое увеличение стоимости мазута, который у нас используется при отоплении. В ходе исполнения пришлось решать эти сложные задачи, и наши опасения были обусловлены еще тем, что по итогам первого полугодия расходы областного бюджета значительно опережали поступление доходов. Но хочу сказать, что к концу года ситуация очень выправилась, и нас очень радует, что собственные доходы областного бюджета сохранили тенденцию увеличения, и по сравнению с прошлым финансовым годом доходы, собственно, увеличились на 6%, это очень неплохо, и позволило нам подойти к достаточно неплохому завершению текущего финансового года. Бюджет из года в год сохраняет социальную направленность. Более 78% от общего объема расходов на 2018 год были направлены на отрасли социальной сферы и финансовую поддержку муниципальных образований. Это около 47 миллиардов рублей. Например, в области действует программа «Молодая семья», направленная на улучшение жилищных условий. На строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном фонде, было направлено свыше 315 миллионов рублей. Кроме того, из следствия областного бюджета выделяется помощь городам и поселкам Заполярье, финансовая поддержка бизнесу, деньги на покупку топочного мазута. Можно нам ждать увеличения новых объектов капитального строительства в сфере образования, культуры и спорта. Нам очень неплохо удалось подтянуть, в том числе на эти цели, федеральные средства, и в результате объемы капитальных вложений на следующий год в 2,5 раза увеличиваются, до 2 миллиардов с небольшим. Это, еще раз говорю, новые объекты строительства. Очень значительно увеличатся объемы финансирования на ремонт дорог, как областных, так и муниципальных. Это тоже как бы на следующий год можно ожидать нашим жителям. Мы продолжаем реализацию программы расселения граждан из аварийного жилья. Программу «Комфортная среда» в части обустройства дворовых территорий, общественных пространств. И в целом могу сказать, что вот те позиции, которые достигла Мурманская область в своей бюджетной сфере, мы их не только сохраняем на следующий год, но даже двигаемся вперед в развитии бюджетной сферы Мурманской области. Это заслуга всех органов власти, начиная от областных, кончая муниципальными. Ну, хочу в завершении сказать, что вот в состав бюджетного комитета входит 21 депутат. Все они очень активно участвовали в течение года в решении вопросов, связанных с бюджетным процессом. И хочу от имени всех членов нашего бюджетного комитета поздравить наших жителей с наступающим Новым годом, пожелать финансовой стабильности как в областном, так и в семейных кошельках. Ну и, наверное, любить, беречь друг друга. Именно так только все вместе можно решать любые проблемы. С наступающим Новым годом! За соблюдением социальных гарантий внимательно следит Комитет Мурманской областной думы по социальной политике и охране здоровья. Руководит им Надежда Максимова. В этом году одним из ключевых вопросов стала работа над программой «Арктический доктор». Направлен проект на привлечение в Мурманскую область медицинского персонала, особенно молодых врачей узкой специализации. За особые условия для этих людей как раз и боролся профильный комитет. Так, например, приехавшим в регион врачам в течение двух лет поэтапно обещают выплатить 2 миллиона рублей. Взамен они должны будут отработать в Мурманской области 5 лет. В некоторых муниципалитетах медучреждения готовы предоставить приезжим служебное жилье. С помощью «Арктического доктора» до конца этого года планировалось привлечь 15 врачей. Члены комитета и поправки вносили, и предложения свои давали. Потом мы пошли дальше, мы поддержали и развили идею ипотеки для медицинских работников. Проблема обеспечения кадрами, вот она настолько живая и настолько важная для каждого жителя Мурманской области, что мы видим, поработав в этом направлении, мы получили на сегодняшний день уже специалистов, которые прибыли к нам работать. Мы ждем еще двоих, которые к нам приедут по разным направлениям. Приехали доктора. И вот буквально на выходе, месяц назад, мы приняли еще одно уточнение в закон об этой социальной поддержке, для того, чтобы мы убрали квалификационную категорию, если вы помните, из закона. И мы видим, что у нас уже потянулись сюда люди, которые готовы здесь работать и получать эту квалификацию здесь. Люди с хорошим стажем, люди грамотные, люди стремящиеся к тому, чтобы сделать свою карьеру. И это, несмотря на то, что в целом год для комитета выдался непростым. Пенсионная реформа наделала переполоха, в том числе и в Номанской области. Комитет, возглавляемый Надеждой Максимовой, отстаивал право северян выходить на пенсию раньше остальных россиян, а также боролся за сохранение региональных льгот и добился успеха. Так, например, сохранились льготы для лиц предпенсионного возраста, работающих в селах и поселках городского типа, а также компенсации взносов за капремонт для тех, кто старше 70 лет. В регионе продолжают действовать меры соцподдержки для ветеранов труда федерального и регионального уровня по достижении мужчинами возраста 55 лет и женщинами 50 лет, при условии, что размер их материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума более чем в 2,5 раза. А это значит, 50 и 55 лет для всех, даже если они не вышли на пенсию еще по новому сроку, эти льготы, если они положены людям, они все будут действовать. Мы их определили на переходный период, а переходный период, вы знаете, установлен до 2024 года, но полагаю, что это даст нам возможность хорошо все взвесить еще и продолжать работать в этой теме. Поэтому все, что касается ветеранов труда, все, что касается льготников других категорий, все это сохранилось и будет действовать в 2019 году. Деньги в бюджете на эти цели заложены. Но сразу скажу, что, конечно, удовлетворение от того, что вот сегодня в бюджете на 2019 год мы не видим индексации этих выплат, а видим только индексацию приемным родителям, это нас тоже не устраивает. Параллельно с этим в стенах Мурманской областной думы шла нормальная ежедневная работа. Депутаты принимали обращения граждан, вникали в заботы и тревоги населения, идут к народным воспитанникам с самыми разными проблемами, когда другие инстанции помочь уже не в состоянии. Зачастую депутатам приходится брать инициативу в свои руки и участвовать в судьбе жителей региона. Те, кто способны помочь северянам с их проблемами на расстоянии звонка. Однако зачастую они охотнее реагируют на обращения депутатов. В Думе об этом знают и всегда прислушиваются к просьбам избирателей. Уже на протяжении многого времени мы занимаемся задолженностью заработной платы рабочих механического завода города Мончгорска. Вы знаете, стучимся, стучимся, уже и судов очень много прошло. И задолженность по-прежнему остается. И вот этот системный вопрос, он не просто, вот я хочу сказать, на контроле у меня находится, а я принимаю какие-то действия. Я нахожу этого конкурсного управляющего, я пишу ему письма, я мотивирую необходимость расчета с этими рабочими и так далее. То есть подключая все инстанции. Видите, какие разные вопросы бывают. Также у депутатов много вопросов по ЖКХ, по текущим трубам, по худым крышам. Я их тоже решаю поднятием трубки с теми, кто причастен к тому, чтобы устранить эту беду. Я очень благодарна, вот как депутат, я очень благодарна тем руководителям, с которыми мне приходится общаться. Общаться мне приходится много, потому что людей идет очень много. Они очень активно откликаются на мои просьбы. И в общем-то мы не заволокители практически ни одного дела. С начала года колоссальную работу по защите прав работающих граждан Мурманской области проделал Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения во главе с Александром Макаревичем. Задач комитету добавил Конституционный суд Российской Федерации. В конце прошлого года он определил, что северные надбавки нужно начислять сверхмрод. Это решение потребовало от регионов дополнительных финансовых затрат, которые изначально в бюджет региона заложены не были. Дополнительных доходов тоже не предвиделось. Ситуация могла обернуться катастрофой. Для выполнения решения Конституционного суда пришлось бы урезать расходы, запланированные на соблюдение социальных гарантий. Однако этого смогли избежать. Мурманская область на вызов отреагировала одной из первых. Депутаты своевременно начали работать с исполнительной властью и федеральным центром. В итоге социальные программы региона остались нетронутыми. Во-первых, мы правильно прочитали постановление Конституционного суда, своевременно, четко поставили перед исполнительными органами власти нашей области задачу определиться с тем, какой объем дополнительных расходов необходимо будет осуществить нашему бюджету. Постучались в двери федерального центра одними из первыми, если не первыми среди всех северных регионов. Об этом нам сказали, когда я был участником Дней Мурманской области в Совете Федерации в июне этого года. Сказали, что вы молодцы. Получили, конечно, меньше. Средств нужно было 1 миллиард 400, получили, ну, 700, где-то 60, 790 миллионов. Но это как раз то, чем и должен заниматься законодательный орган, который решает задачу защиты интересов наших жителей, наших граждан. Также Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения принял два важных обращения о необходимости внесения изменений в Трудовой кодекс. Касались они начисления стимулирующих надбавок. Их наши депутаты тоже предложили начислять сверх минимального размера оплаты труда. Когда МРОД сильно увеличили, а ставки и должностные оклады в наших бюджетных отраслях, по сути дела, не изменились, они увеличены, ну, на 10, там где-то примерно процентов, это и приводит к уравниловке оплаты труда. Вот я только что вернулся из южной части нашего полуострова, Кавдора, Кандалакши, Умбы. Все говорят о том, что сейчас уборщица, да и ее труд важен. Я всегда так считал, да и многие считают. Но получают столько же, например, сколько молодой учитель. Вот это неразумно. Двигаемся, действуем, и я думаю, что будем принципиально добиваться такого результата. И другой вопрос, который тоже касается каждого жителя нашей области. Вот я был инициатором подготовки обращения, опять-таки, в правительство, в палаты нашего федерального собрания о том, чтобы нам правильно при определении объема субвенции, которые мы получаем из фонда обязательного медицинского страхования в наш регион, наш фонд получает, да, правильно считали районный коэффициент. Там ребята не заморачиваются и при расчете субвенции считают наш районный коэффициент как 1,4. А он у нас с 92-го года в непроизводственной сфере, в бюджетных организациях уже 1,5 с 1992-го года. Непростой работой была и у Комитета по вопросам безопасности военно-промышленного комплекса делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований. Больших потрясений здесь, конечно, не было. Но каждый день депутатам приходилось бороться с федеральными органами власти. Полномочий у регионов немного, а потому практически каждый законопроект, направленный на улучшение жизни военнослужащих или гражданского персонала силовых структур, приходится проталкивать через федеральный центр. Мы за последние, ну очень активно за последние годы боремся за то, чтобы повысили федералы, опять же, повысили денежное удовольствие гражданского персонала всех силовых структур, бьемся за повышение заработной платы для военнослужащих, для повышения пенсий военным пенсионерам. Ну вот посмотрите, с каким трудом, вот казалось бы, наш комитет постоянно находится на связи и с руководством Министерства обороны, и с общественными организациями, и с профсоюзами, и с профильным нашим комитетом Государственной Думы, комитетом по обороне. Ведь все подтверждают свою заинтересованность в решении этих вопросов. Ну как только вопрос становится в практическую площадь, плоскость, то есть, да, где деньги, ЗИН, и вот это вот все время вызывает чувство неудовлетворения всей своей работы, которая проведена в течение последних лет для решения этих вопросов. Средств, заложенных в бюджет Мурманской области на оснащение пожарно-спасательных отрядов, не хватает. Федеральных дотаций на эти цели тоже нет. А между тем, некоторые пожарные части нуждаются в ремонте. Постоянные выезды изнашивают имеющуюся технику и оборудование регионального МЧС. Тем не менее, совместными усилиями комитету удается одержать локальные победы, тем самым немного облегчить непростую работу местных экстренных служб. Нам удалось, по крайней мере, в этом году очередной очень важный закон принять. Разрабатывали его вместе с комитетом по обеспечению безопасности Мурманской области. И наш комитет уносил эту Мурманскую областную думу закон об аварийно-спасательной службе и аварийно-спасательных формированиях Мурманской области. Очень важный закон. Мы только совсем недавно, в 2016 году, определились с законом о государственной противопожарной службе. Определили самое главное, это социальную защищенность наших и пожарных, и теперь спасателей. Привели ее в уровень, по крайней мере, не меньший, а именно такой же уровень, как и федералы. Мы вот, даже принимая бюджет Мурманской области на следующий год и последующие годы, утвердили госпрограмму по обеспечению общественного порядка и безопасности населения. Но финансирование, опять, вот это вот чувство недосказанности, недоделанности, вот оно остается, потому что, конечно, основные социальные выплаты и все остальное по содержанию наших служб и всего, конечно, оно будет выполнено. Но вот этих средств, которые мы закладываем в бюджет, совершенно недостаточно для того, чтобы обновлялось материально-техническое оснащение и спасателей, и наших пожарных. Вопросы ремонта, которые стоят по нашим пожарным частям, да, достаточно много уже сделано, и в том числе в этом году. Но хотелось бы, чтобы это продолжалось и в следующем году, и в последующие годы. И вот эта оснащенность наших аварийно-спасательных служб, всех, конечно, чтобы она была на современном уровне 21 века. К сожалению, вот постоянные выезды, вот у нас только спасатели, ну, практически 500 различных в течение года различных выездов, сколько спасенных жизней только. Я не говорю там ДТП, пожары, ну, даже в розыске пропавших. Нас же люди любят ходить и в сутки, и на рыбалки, и везде, а о том, чтобы их спасать, это кто-то должен делать. Конечно, это вот вся работа наших аварийно-спасательных служб. И хотелось бы, чтобы они всю свою работу выполняли на очень серьезном оборудовании. В следующем году комитет продолжит борьбу за достойные условия работы пожарных и спасателей. Совместными усилиями Думы во взаимодействии с федеральными органами власти «Шанс на успех есть», считает Михаил Ильиних и желает вам безопасных новогодних праздников. Будьте осторожны, будьте внимательны к себе, к своим родным и близким, к своим детям особенно. Когда вы выходите просто за пределы своей квартиры, одевайте светоотражающие элементы. Пусть будут все друг друга видеть, особенно на дорогах и пешеходных переходах. Ну и, безусловно, находясь у себя в квартире, не забывайте о том, что можно ударить током, загореться и прочее. Будьте к этому готовы и принимайте все для того, чтобы этого не случилось, особенно в новогодние праздники. Поздравил с предстоящими праздниками жителей области и заместитель председателя областной думы Василий Амельчук, который уверен, что в 2019-м регион будет развиваться, а ошибки и происшествия, которые случились в году уходящем, будут учтены как недопустимые в будущем. В конце года мы по традиции вспоминаем обо всем хорошем, что было в нашей жизни, подводим итоги, думаем о том, что оставить в прошлом, а что взять с собой наступающий Новый год. Если вам кажется, что позитивных перемен было мало, не спешите с выводами. Эти перемены не всегда заметны, не всегда очевидны, но когда накапливается их критическая масса, завершается довольно быстрый переход к качественному иному уровню жизни. Для всех предприятий, организаций и для Мурманской областной думы в том числе уходящий год запомнится как насыщенный, наполненный нашим каждодневным трудом и разными делами, большими и малыми. Уверенно работали все ведущие, все городообразующие предприятия области. Продолжалась реализация крупных инфраструктурных проектов. Растет внимание государства к Арктике. И подтверждением тому можно считать и строительство новых ледоколов, и ввод в эксплуатацию плавучей атомной электростанции, которые обеспечат развитие Севморпути и рост грузооборота. Как энергетик я удовлетворен, что наш энергетический комплекс, основа экономики региона, работал стабильно, с прицелом на перспективу. И областные власти, и энергетики заинтересованы в том, чтобы проявлять новые крупные проекты, чтобы появлялись новые потребители энергии, и делают все возможное для создания условий для этого. Конечно, были сбои, это не радует, но сделаны выводы. И есть уверенность, что наша энергетика Мурманской области будет стабильной. Промышленный рост невозможен без кадрового обеспечения. Уверен, что продолжится развитие профессионального образования, традиций наставничества, трудовых династий, успехи нашей молодежи на конкурсах профессионалов WorldSkills всяких уровней или всех уровней, не случайны и в будущем будут основываться на укреплении современной образовательной среды. Я уверен, что в новом году появятся новые предпосылки для развития туризма, досуга, создания комфортной среды проживания. Уже реализованные проекты местных инициатив показывают, что в области очень много неравнодушных горожан, северян, заинтересованных в благоустройстве среды проживания и готовых вносить личный вклад в это дело. Убежден, что Мурманская областная дума и все мы по-прежнему будем уделять большое внимание вопросам экологии, сохранения окружающей среды для будущих поколений. Дорогие друзья, впереди у нас много добрых дел. Пусть в 2019 году сбудутся все ваши мечты.